МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И создать товарищество собственников жилья. После многочисленных собраний и голосований им это все-таки удалось. Но просто так этот дом управляющая компания отдавать не захотела. Получилось так, что в этот период Октябрьская управляющая компания выиграла наш дом по конкурсу. Это произошло одновременно с образованием ТСЖ. И люди наши были введены в заблуждение, и многие из них подписали еще и договор с Октябрьской управляющей компанией. И получилось так, что до 1 апреля 2016 года Октябрьская управляющая компания получила право обслуживать наш дом. Вот смотрите, у вас в подъезде чисто, более-менее убран двор. Так почему вы все-таки хотите уйти от управляющей компании? Это заслуга, можно сказать, не столько управляющей компании, сколько жителей нашего дома. Потому что многие вещи, такие как по текущему ремонту, мы делаем сами. Где-то что-то подкрасили, где-то тут поправили, тут забили гвоздь, тут почистили свою же площадку, своими силами постарались отремонтировать постройки во дворе. То есть это делается только чисто силами наших жильцов. Собственники квартир прилагают немало усилий, чтобы жить в доме было комфортно. По мере возможности, то, что зависит от самих жителей, мы это сделать можем. Но какие-то глобальные вопросы, такие как чинить кровлю в доме, обслуживать все коммуникации, которые находятся в подвале. Естественно, мы сами, жители, это не можем, ну даже физически, потому что мы не имеем ни ключей от выходов, например, на крышу, не имеем доступа в подвальные помещения, не имеем схем коммуникации, которые как бы нужны для того, чтобы в них там разбираться. То есть у нас физически вот такие глобальные проблемы мы решить сами не можем пока. 1 апреля истекает год с момента заключения договора с управляющей компанией. Тогда жильцы по закону смогут отказаться от ее услуг. К сожалению, так как ваш дом ушел по конкурсу, статья 162 пункта 8.1 говорит, что вам придется подождать год, и по истечении этого года вы спокойно, да, у вас способ управления уже выбран, вы спокойно переходите работать в ТСН. Итак, если вы недовольны работой своей управляющей компанией, для обслуживания дома можно создать товарищица собственников недвижимости. Для этого необходимо, первое, выбрать помещение или участок для проведения собрания, подготовить реестр собственников жилых и нежилых помещений дома, письменно уведомить собственников за 10 дней до собрания. В собрании должны участвовать не менее 50% собственников, провести собрание, по каждому вопросу проголосовать и оформить протокол, довести итоги собрания до всех собственников и уведомить управляющую компанию. Не зря у жителей этого дома есть претензии к управляющей компании. Вот, например, Нина Степановна живет здесь 91-го года. Последние 10 лет течет у нее крыша. Этой проблемой никто не занимается. И на жалобы никто не реагирует. Ну что у вас, покажите, пожалуйста. Да вот у меня, что творится тут в этом доме. И каждый год делаем ремонты. Жилищная компания у меня жалобы уже больше 10 лет. Вроде как что-то делает, а непонятно, что они хоть и делают. Постоянно течет. Эта стенка у меня, три слоя утеплителя. А то все текло до низу и даже вниз попадало на ту квартиру. Тут ребенок маленький, ему 4 года. Он постоянно болеет. Вот, недавно только была скорая, может, все-таки это грибок. Это же тоже вредно. У меня астма. Я за 14-й год лежала в больнице, на скорую возили 7 раз. Каждый месяц я плачу по 2000 за ремонт жилья. А практически работа-то не ведется никакая. Сейчас Нина Степановна готовит исковое заявление в суд, в котором требует перерасчета платы за невыполненную коммунальщиками работу. Обратите внимание, что лучше прежде всего не просто попросить перерасчет, а еще и произвести, заставить их провести эти работы. Компенсировать. Да, то есть компенсировать раз. У вас, видите, у вас есть акты о том, что залив, на основании акта залива. Все это есть. Вот видите, очень хорошо. Единственное, вы попросите в решении суда не просто компенсировать, но и произвести ремонт, найти причину произвести ремонт. Потому что, сами понимаете, ну компенсируют они вам. А если они причину не устранят? Вашей управляющей компании по-хорошему надо нормально было к зиме готовиться. Если бы они работу систематическую проводили, вот такой ситуации бы не возникло. Поэтому здесь, к сожалению, только суд. Если в вашей квартире течет потолок, необходимо незамедлительно сообщить в диспетчерскую о месте протечки. Диспетчер обязан зарегистрировать заявление, а также сообщить входящий регистрационный номер, дату и время регистрации заявления. Далее представители управляющей компании должны к вам прийти и составить акт затопления. Вы можете сделать фото или снять видео место протекания и поврежденных предметов. Также необходимо проконтролировать, чтобы течь была устранена в течение суток с момента ее обнаружения и сообщения в диспетчерскую. Если коммунальщики игнорируют ваши сообщения, обращайтесь в городскую жилинспекцию, чтобы зафиксировать факт бездействия управляющей компанией. Затем оцените ущерб и требуйте с коммунальщиков его возмещения. Если и это требование осталось без ответа, направляйте иск в суд. Помните, если управляющая компания своим бездействием причинила вред общему имуществу, например, сгорела проводка или затопила электросчетчик, обращайтесь с коллективной жалобой. Ну а если квартира муниципальная, то бездействие коммунальщиков приводит к признанию ее непригодной для проживания. В нашей республике очень много деревянных домов, жить в них практически невозможно. Жители этих домов не знают, каким же образом признать квартиры непригодными для проживания, а дома аварийными. И что же ждет их после этого? Давайте узнаем. Здравствуйте, Нина Ивановна. Я приехала по вашему звонку. Расскажите, пожалуйста, что у вас происходит, что с вашим домом и какая у вас ситуация? Ну, мы подали заявление в администрацию на рассмотрение, что наш дом аварийный и подлежит сносу. Но пока таких решений нет, только был поквартирный осмотр, по которому уже было решение, что наши квартиры непригодны для жилья. Покажите, пожалуйста, ваш дом, как вы проживаете, и вашу комнату. Хотя это дом в муниципальной собственности, уход за ним ведут исключительно сами жители. Кридор уже здесь разваливается. Двери в мою комнату не открываются. Вот, не открывается. Разваливается. Пожалуйста, покажите, где вы живете. Пожалуйста, походите. О, я смотрю, вы уже практически переехали. Вы здесь уже не живете? Нет. А почему? Невозможно ходить в туалет. Невозможно. Ну, я посмотрела, а какие у вас удобства в этом доме вообще есть? Никаких, кроме электричества и отопления. Туалет? И нехороший. Туалет, получается, у вас на улице, да? На улице, да. А вода? Вода ходить. Тоже с колонки? С колонки, да. Я хотела еще спросить, у вас соседи проживают, дом на сколько заселен? Ну, почти полностью. Но многие, конечно, и ушли по родным. Люди умирали от туберкулеза очень много на первом этаже. То есть, ну, в принципе, видно, что дом уже очень старый. Вот что можно с вами, нам с вами сделать для того, чтобы переехать в нормальные условия? Вы живете в муниципальной квартире. Я сейчас вам расскажу, как можно действовать в данной ситуации. Первое. Между муниципальной квартирой и квартирой в частной собственности две большие разницы. Если муниципалитет в вашем случае обязан предоставить вам по договору только пригодное для проживания жилье, да, благоустроенное, где можно нормально жить, а у вас здесь жить невозможно. Полы, кривые, косы. Видно, что вы здесь каким-то образом пытались поддерживать. Но если стены дома не держат, то жить здесь невозможно просто. Еще раз повторю. Эти правила действуют только если квартира муниципальная. А вот собственники должны сами следить за состоянием своих квартир и всего дома. Вы уже 30 декабря, как вы сказали, получили акт на руки. Вот с этим актом нужно будет пойти в администрацию и написать заявление. В заявлении вы как раз таки укажете о том, что вы в администрации, да, на имя руководителя, вы по договору обязаны предоставить мне пригодное для проживания жилое помещение. А вот на основании акта это помещение, в котором я сейчас проживаю, непригодно. Соответственно, прошу предоставить пригодное взамен. Жилищный кодекс полностью на стороне Нины Ивановны. Согласно 85 и 87 статьям муниципалитет обязан предоставить семье квартиру. Причем, согласно 57 статье, вне очереди. Граждане выселяются из жилых помещений с предоставлением других благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма в случае, если жилое помещение признано непригодным для проживания. Если жилое помещение, занимаемое по договору социального найма, подлежит переводу в нежилое помещение или признано непригодным для проживания, выселяемым из такого жилого помещения гражданам, наймодателям предоставляется другое благоустроенное жилое помещение по договору социального найма. Чтобы признать дом аварийным, необходимо участие всех жителей. Первое, что нужно сделать, заказать экспертизу. Сразу отмечу, она платная. За муниципальные квартиры должен будет заплатить муниципалитет, потому что все-таки они собственники, а вот другие собственники, им тоже придется в это вложиться. Я предлагаю сделать таким образом, собраться с соседями и все-таки принять решение, вы признаете этот дом аварийным, либо продолжаете в нем жить. По нынешнему законодательству, без проведения экспертизы специализированной организации, муниципалитет не имеет права признавать дом аварийным. Но тот факт, что жить здесь нельзя, видно и без всяких экспертиз. Итак, ваш дом признан аварийным. Первое, если вы живете на основании договора социального найма, то собственник, муниципалитет, с вами расторгает договор и выселяет с предоставлением другого благоустроенного жилого помещения. Второе, если вы собственник, здесь несколько сложнее. Предоставляете требование о сносе дома в разумный срок и вам предоставляет либо компенсацию, либо другое жилое помещение. Если это требование не удовлетворено, жилье изымает для муниципальных нужд и уже после этого предоставляет компенсацию, либо другое жилье. На сегодня все. С вами была программа «Телезащитник» тема ЖКХ. И я, Александра Афонина. Звоните, пишите. Контакты на экране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова